Я иду на выборы, тому что он любит клумбы. Но вот где они останутся, так бегите уже. Пять минут длится действовать. Истинное чудо. Привет, это я Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это мое личное мнение, и это дисклеймер. Степан Цапюк показал своего преемника. Кто он или кто она? Кузьменко объединяет Александрию. Кто идет по спискам в областной совет и зачем это все надо? Трактор против человека и фура против троллейбуса. Дорожные бои на Кировоградщине. И так свершилось. Цапюк уходит. Да ладно! Уже и преемника приготовил. Об этом в Александрии, я так понимаю, штаб Цапюка снял целое кино. Короткометражку на пять минут. В начале этого фильма, а это именно фильм, предвыборным роликом это назвать трудно, «Пять минут длится действие». Итак, в начале мы видим заставку в стиле советского областного телевидения 80-х годов с надписью «Я иду на выборы, тому що Олександрия це сенс моє життя». Но вернемся к фильму. Женщина в коричневому платье в крупный горох, пока еще мэр, дефилирует между цветочных клумб. Вероятно, они должны символизировать, насколько расцвела Александрия под руководством кандидата. Иронично. Другую локацию для съемок, я так понимаю, в Александрии выбрать трудно. На фоне театра он не может, не его заслуга. На стадионе фиг там тоже не его заслуга. Может быть, можно было бы на фоне инфекционки. Там тоже клумбы когда-то были, как и ступеньки, и нормальные стены. Ну, чтобы реально показать расцвет. И первый вопрос от ведущей. Александрия, окраса Кироворадщины. Як оцінюти можливости та перспективы розвитку міста? Вопрос от женщины с горохом Цепюку выглядит вопросом на уроке. И Степан Кирилович показывает, мол, я учил. Но ответ настолько банальный, что Цепюк просто капитан очевидности. Так, действительно, Александрия – одно из кращих мест Кироворадщины. Лондон из... Ну, Лондон. Лондон. Это... Второе, вы знаете прекрасно, что хвалить самих себя – это дурной тон. А хвалить себя просто так – это признак невежества. Но Цепюка это не смущает. Ведь кто-то же должен хвалить его власть в его предвыборном фильме. Но когда никого нет, то и Цепюк сойдет. Сегодня кращий опыт в Александрии принимают другие места Украины. Адже вона сучасна, комфортна для життя. Обратим внимание на следующий вопрос к Цепюку. Если взять до уваги последние 5 лет вашей работы, коротко расскажите, что удалось сделать. А почему только 5 лет? Почему не за все там 15-20? Интересно, что же сделано? Мы реализовали ряд проекций и программ, которые позволили обновить инфраструктуру города. Объекты благоустрою. Збогатить материально-техническую базу бюджетных закладов. Забезпечить социальную поддержку олександрийцам. И я не понял, а что конкретно? Что конкретно сделано? Цепюк ничего не назвал. Это и неудивительно. Цепюку нечего назвать. Сбогаты ты материальный стан бюджетных закладов. Это Цепюк разваленную инфекционку имеет в виду. И заметьте, как он об этом говорит. Да никак. Он читает эти строки. Это еще одна причина, почему не веришь Цепюку. Он не искренний. А зритель это четко видит и не доверяет. Но вернемся к фильму «Интервью в кустах». Следующий вопрос. Поделитесь, чи все планы вам удалось реализовать. Вопрос простой. И ответ должен быть простой. Да или нет. Все планы. Да, все. Или нет, не все. У вас была какая-то тактика с самого начала. Вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика. И я ее придерживаюсь. Но что слышит зритель? Я маю еще много проектов и задумок, которые дадут возможность досягнуть качественно нового життя Александрийцев. Для этого у нас есть все передумки. Я вижу, как за рахунок местного бюджета поднимать маленький и средний бизнес и допомогать створить новые рабочие места. Допомогать створить новые рабочие места. Какие рабочие места, когда при Цепюке предприятия Александрии их как раз сокращали постоянно эти рабочие места. И, кстати, вы услышали ответ на вопрос? Все планы осуществили или нет? Да или нет? Цепюк так и не ответил. Он прочитал с бумажки лозунг. Но на вопрос не ответил. Потому что не знает ответа. Потому что не было никаких планов для города. А вот для себя у него, конечно же, были. Слушаем дальше. В связи с тем, что мы не можем впливать на приватный бизнес... Стоп. Как не можем влиять? А почему столько родственников и соратников Цепюка в бизнесе с преференциями, с арендой, например, помещений в одну гривну? Что с памятью стало? Далее Цепюк говорит, мол, будет вам счастье, Александрийцы, к 2030 году. Там мы построим индустриальный хаб на тысячу рабочих мест. К этому времени 1010 уже уедет из города. А вот, кстати, и острый вопрос Цепюку. Степане Кириловичу, почему вы решили идти на выборы? Да, почему? Что случилось? Вы же уже купили себе дорогую машину, обеспечили всех родственников с землей и бизнесом, построили дом, стали участником коррупционных скандалов. Так бегите уже, хватит уже. Уходи! 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 И тут Цепюк продолжил вести себя искусственно. Читал тексты откуда-то со стороны, эти странные жесты. И, враховывая нестабильную ситуацию в державе, я вырешил идти на выборы. Это же вылитый Чарли Чаплин. И, как полагается, пародии на диктатора, а Цепюка сложно назвать диктатором, а вот пародии на него можно, так вот, Цепюк представил своего преемника. Что иду на остальную каденцию и за цей час подготовю достойную кандидатуру на посаду местного головы. Цепюк сейчас серьезно на словах о преемнике показывают женщину в том самом платье в горох. Это и есть преемник, то есть преемница Цепюка. На посаду местного головы. Потом Цепюк и дальше пошел в разнос. Какому-то Сергею он говорит, ни, мол, власть и бизнес несовместимы в Александрии. Как же несовместимы, когда Цепюк живое воплощение того, что совместимы и еще выгодны для себя самого же. В конце своего спича Цепюк вдруг рассказал о своей мечте. Настал час выбору. Подальше развиток, чекрок назад. Но тут Цепюк прямо наконец-то адекватно заговорил выбор между будущим и прошлым в Александрии. Но дело в том, что Цепюк уже как раз есть прошлое. У меня есть незавершенная мрия сделать Александрию зерцевым местом Кировоградщины. Четыре каденции у него не было такой мечты, а тут вдруг внезапно появилось. Прозрел старик. В общем, предвыборное видео Цепюка в кустах женщины, это было эпично. Я так особо и не понял, что это было. Ну а пока, пока еще мэр Александрии снимает сам себя в комедии, в Александрии политический феномен. Вокруг кандидатов мэра Александрии Сергея Кузьменко объединились все партии, кроме ОПЗЖ. Кузьменко поддержали «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батьковщина», «Пропозиция» и «Сила и честь». То есть получается 5-1. Мало того, Кузьменко поддержал мэр Кропивницкого Андрей Райкович. Родину Кузьменко знаю давно и добре. Профессионалы, гарни господари створили сучасную, потужную украинскую аграрную кампанию. И это не просто доглянута земля, а сучасное виробництво, тысячи рабочих мест, міцна социальная политика на всех территориях. Сергей Кузьменко професійно, системно працював народным депутатом, а потом и головой облдержадміністрации. Медицина, дорога, освита завжди были ключевыми в его работе. И вектор уваги на Александрійський край у Кузьменко – постійный. Спробовать себя на посаде очильника мэста Александрії – это амбитное решение Сергея Анатольевича. Но он имеет успешный опыт менеджера, мысль стратегично, сучасно, понимает важную роль місцевого самоврядувания в жизни территории. Боротьба будет нелегкою. И партийный голос пропозиции тоже додаст ему прихильников. Кстати, Александрійський футбол знает уже Европа. А это хороший знак успехов и перемог. В общем, плохие дела о покаящем мэра Александрии Степана Цупика. Голосов только про российскую партию по зажиге ему явно не хватит, когда вся Александрия объединяется вокруг Кузьменко. Это доказывает, кстати, и социсследование от всеукраинской социологической компании «Рейтинг». Согласно данным, 58,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы отдать свой голос за Кузьменко. 38,2% заявили о поддержке действующего городского головы Александрия Степана Цупика. И 1,6% готовы отдать голос за бизнесмена Владимира Трофименко. Не определились, за кого голосовать около 9% вопрошенных. То есть уже 20% разницы в голосах между Кузьменко и Цупика. Если такой расклад состоится, то мы с вами наблюдаем последние дни каденции пока еще мэра Степана Цупика. 20% это количество, которое практически не отыгрывается. И мне кажется, что следует ожидать уже распад команды Цупика, потому что бесперспективность в политике никому не нужна. Ну а почти бывшие соратники Цупика всегда любят договариваться, тем более уже с будущей властью. Тем более, когда в сети появляются фотографии роскошного отдыха семьи Цупика. В группе «Александрия Онлайн» от пользователя Валентины Лобко появилась информация, как отдыхал в Эмиратах сын Степана Цупика Максим. По ее информации, отдыхал он в отеле «Пальма Джумейра», где номер начинается по стоимости от 100 тысяч гривен. Валентин акцентирует внимание, что, мол, вот что бывает, когда папа мэр Александрии четыре срока подряд. Ну и Валентина советует Александрийцам смотреть видео «Обеда с креветками под бутерброды с майонезом и мивину». Меня это видео не удивляет, расследований по поводу Цупика и так много. Дорогущий автомобиль, огромный дом, вырубка леса ради дома родственников – все это привычные для мэра Александрии дела. Цупик давно фигурирует в коррупционных скандалах, так что креветки сына в Эмиратах – это так, вишенка на коррупционном тортике пока еще мэра Александрии. Кто идет в Кировоградскую областную раду? Вместе со списками в горсоветы появились и списки кандидатов, которые хотят порулить областью. И знаете, во многих случаях они были похожи, одни и те же люди. Ну а давайте посмотрим, кто же там в списках знакомый. Батьковщина. Список в облсовет очень представительный, сразу скажу. Понятно, что первым идет нынешний глава облсовета Черноиваненко. В десятке Андрей Табачук, аспирант педунивера. Наталья Ревенко – это начальник областного управления лесного хозяйства. Анна Суркова – директор Центра детского и юношеского творчества. Лариса Андреева – главврач областной больницы. Виталий Журавлев – бывший кандидат от Батьковщины в Нардепы на протяжении нескольких лет. И десятка настолько представительного Батьковщины, что даже Валерий Кальченко в нее не попал. Его, кстати, место 11-е. Дальше среди интересных личностей в Батьковщине в списке есть Людмила Шубина – это директор «Пишмаша», Анатолий Коротков, Роман Моцный – сын бывшего главы Кировоградской облгосадминистрации, Наталья Агапеева – директорка областной филармонии, Людмила Цалоид, Андрей Перевозник. В общем, Батьковщина сумела, так сказать, накачать политические мышцы, что ли. У политсилы традиционно хорошая поддержка в области, поэтому многие из этого списка явно проходные. Оппозиционная платформа «За жизнь». Все, что есть у бывших регионалов, они ставят на Сергея Ларина. Он первый в списке ОПЗЖ на выборах в облсовет. И это такая политтехнология, потому что не останется Ларин в облсовете, не променяет он кресло народного депутата на работу в Кировоградской области. Но вот, несомненно, роль локомотива для своей партии он исполнит. В первой пятерке Вадим Валканов, Людмила Давыденко, Анна Нижникова. Причем и Валканов, и Нижникова идут еще и в горсовет. Но вот где они останутся, ну, скорее всего, таки в облсовете. Это шаг вперед по сравнению с городским советом. В списке о бывших регионалов я еще выделю Юрия Любовича, Виктора Серпокрылова, зама Цыпяка Людмилы Сосну, Геннадия Лоцмана и Александра Цыпяка. Следующая партия – это партия пенсионеров Украины. Здесь список, который во многом отвечает самому названию. Там много пенсионеров. Но список практически повторяет тот, который партия заявила в горсовет. Видимо, надежда пенсионеров пройти хоть куда-то маленькая, но она есть. Среди известных имен там Сергей Яковенко, Анатолий Перевозник, Равиль Аглиуллин, Елена Надутенко и Юрий Михалевский. Радикалы Ляшка. Первым номером бывший народный депутат Дмитрий Ленько. Второй – заместитель Цыпяка Сергей Гриценко. Дальше – безработная Марина Осипова и Рубен Санасарян. Пятый номер в списке тоже безработная, кстати, Евгения Николаева. Почему так, что в первой пятерке сразу двое безработных, да еще и женщины безработные, не понимаю. Партия пропозиции. Если кто ожидал тут увидеть Андрея Райковича на первом месте, то нет. Марина Смоглюк, начальник юр. отдела Кропивницкого госполкома, ведет партию в облсовет. Среди знакомых мне фамилии – это Олег Калюка, Александр Мосин, Наталья Очередниченко, Юрий Семенюк и многие другие. Причем у меня сложилось впечатление, что пропозиция – это партия клерков и чиновников. Причем в положительном понимании. Партия тех клерков и чиновников, которые вот именно работают. Но я боюсь их перехвалить. Слуга народа. Областной список возглавил Сергей Шульга. Второй – Игорь Волков. Ему явно уже надоел горсовет. Он там депутатом довольно долго. Юрий Дрозд, Наталья Щиголь, Виктория Бесфамильная, Валерий Аксентьев, Александр Головань – глава Благовещенской райгосадминистрации, Ирина Глобенко из облгосадминистрации, Сергей Синский из Кировородгаза. Все эти фамилии практически уже в облсовете, учитывая, что партия «Слуга народа» имеет проходные показатели на данный момент. Но опять же, «Слуга народа» – та партия, где очень часто повторяются фамилии, что в город, что в область. За майбутня. Партия Коломойского. Первым номером идет Александр Горбунов. Есть социальная прослойка в виде медиков и учителей. Например, директора Знаменской больниологической больницы Владимир Джулай. Есть Алла Жавнир, директор Новомир городской школы. Есть Андрей Лесота, директор областного туристического центра. А есть даже и блогер, Александрийский блогер Виктор Голобродько, который постоянно критикует Степана Цапека. Он под номером 44. Не близкий номер к проходному, но, может, по внутрипартийному рейтингу он выстрелит. Наш край. Областной список – это смесь старых кадров партии регионов, скандально известных личностей прошлых каденций в Горсовете, ну и других осколков от других партий. Среди известных имен и фамилий тут Андрей и Сергей Табаловы, Сергей Хильченко, Валерий Шутко, Сергей Недилько, Николай Корецкий. В общем, все известные личности. Европейская солидарность. Разглавил список в областной совет Сергей Коваленко, директор департамента предоставления административных услуг Кропивницкого городского совета. Очень длинная должность, конечно же. Это бывший заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации Сергея Кузьменко. Второй номер. Первый зам главы облсовета Юрий Гугленко. Есть в пятерке и директор мощного предприятия «Укроаграком» Павел Фисюк, телеведущая Анастасия Мосатенко, Наталья Клименко, секретарь Знаменского горсовета, историк Юрий Митрофаненко, журналист и ветерана ТО Алексей Гора. Но список добротный. И еще одна партия идет в облсовет. Это «Перспектива Миста». Ее возглавил лично Артем Стрижаков. В отличие, заметьте, от его конкурента в борьбе за мэрское кресло Андрея Райковича, он таки рассматривает вариант попадания не в мэрское кресло, а в депутатское. Второй номер. Это Игорь Гербиченко, финдир Кировоградгаза, Анатолий Рацул, декан подуниверситета, Рафаэль Санасарян. Я не знаю, какая перспектива у «Перспективы Миста» на выборах в областную раду, но наблюдать за попыткой молодой партии будет интересно. Вот такая областная рада. Многие из тех, кто идет в разных партиях, уже были и работали в одной. Это было время партии регионов. Но за это время, за 8 лет, много воды утекло, и мировоззрения многих, как и обстоятельства, изменились. Я начинаю сомневаться, знают ли кировоградские водители правила дорожного движения. Первый случай, который мне позволил усомниться в знаниях водителей, это ДТП в Кропивницком, когда фура врезалась в троллейбус. Звучит ужасно, но слава богу, что в результате никто не пострадал. Несмотря на то, что, вдумайтесь, в пассажирский транспорт врезалась фура, и троллейбус, кроме этого, еще и врезался в столб, и сбил его. Тут надо вспомнить, что перекресток, где произошло ДТП, давно аварийный. Это на перекрестке Преображенской и Архангельской. Может, после этого там появится хотя бы зеркало дальней видимости, чтобы водители могли видеть друг друга. Ну, или лежачие полицейские, ну, или светофор, или что-нибудь. Вторая ДТП, и его можно назвать чудом, трактор с экскаваторным ковшом на полном ходу сбивает женщину, и она выживает. Чудо произошло в Новоархангельске. Истинное чудо. К женщине подбежали тут же прохожие, но я не увидел, чтобы остановился трактор. Когда я подъехал до стоп-сигнала, я не встал, а так, ну, трактор хватит. Посмотрите, направо-налево, нема никуда. С левой стороны и шла Таврия. Я гляну, нема подхода. То я себе повертал. Стрела, закрыла обзор. Саме він, стверджує, Михайло викликав на місце поліцію. Готово відповісти за скоєнень. На этом все. Лайкайте, комментируйте. И помните, все изменяются на краще. Особенно шансы Степана Цепяка найти себе новую работу. Он любит клумбы. Вполне возможно, что из него получится хороший садовник на пенсии. Пока.